Мне просто кажется, что этот год очень абсурдный. Тут какое-то дикое сочетание, вообще, количества кошмарных новостей, которые в какой-то момент просто, как у врачей, ты в какой-то момент становишься очень циничными, даже если ты суперэмпатичный чувак, по-моему, дело, что ты переживаешь, но в целом сейчас такое настроение у всех, что, ха, ну да, 2020-й, типа, что ещё нам готовят этот год? Большинство людей выработали какой-то тоже иммунитет на все эти новости, и я не исключение. Я вообще иногда не слежу, вот, неделями просто, ничего, не знаю, способ хоть как-то сохранить последние нервные клетки, иначе ты будешь как будто... Ну, это будет получаться так, что ты живёшь не своей жизнью, а просто чужой, и как бы просто совсем погружаешься в что-то другое, и невозможно... в таком состоянии невозможно ничего делать, вот. Поэтому я предпочитаю незнание. У меня, скорее, впечатляют какие-то лёгкие вещи, которые я сразу вижу и понимаю, что это сделано легко. Она может какая-то быть ненаделанная, опять-таки, с шероховатостями, но если я читаю идею и вижу, что это прямо вот так вот сделано, без каких-то жутких поток, то меня это тренд трогает в большей степени, чем какая-то вымоченная штука, даже если там какая-то грандиозная идея. Короче, вроде как человек, человеческое, всё это про ошибку, и не перфекционизм какой-то. И вот непонятно, и он про что-то совершенное и столько идеальное, что это будет бесчеловечно. Классно. Но для меня просто что-то классное, это реально то, в чём есть какая-то шероховатость и что-то не идеальное. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...